Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергия. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиф сказал в ходе своего выступления на церемонии открытия недели устойчивого развития Абудаби. Всего два года назад Азербайджан вместе со своими партнерами завершил мегапроект по энергетике «Южный газовый коридор», интегрированную трубопроводную систему длиной 3,5 тысячи километров от Азербайджана до Южной Европы. Объем экспорта азербайджанского природного газа растет, но следует помнить, что Азербайджан – страна больших возможностей. В будущем республика станет одним из лидеров направления ВИЭ, считают мировые эксперты. Тему мы продолжим с Риной Гумбатовой, начальником отдела водород и зеленой технологии Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии. Рена Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно же, создать новый экологически чистый сектор нашей экономики. Да, у нас потенциал, перспективность направления развития тех или иных ВИЭ зависит от оценки потенциала и развития зеленых технологий. Оценка потенциала возобновляемой энергетики является одним из основных направлений работы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии. Мероприятия по оценке потенциала предусмотрены также в стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, утверждены соответствующим распоряжением президента от 22 июля 2022 года. Они предусмотрены также и в первой государственной программе по великому возвращению на освобождение от оккупации территории, которая была принята в наиболее прошлого года. Стратегия предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии с 17,3% в 2021 году до 24% в 2026 году. В 2022 году для возобновления доли возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии уже достигло 7%. В июне 2022 года на Бакинском энергетическом форуме была представлена внимание широкообщественная дорожная карта по использованию потенциала энергии ветра в море. Подготовлена она была вместе с Международной финансовой корпорацией IFC Всемирного банка, в соответствии с которой технический потенциал электроэнергетики Азербайджана в море был уценен на уровне 157 гигаватт. Были заключены договора с международными энергетическими компаниями AquaPower и Mazar на производство 240 мегаватт ветериной и 230 мегаватт солнечной энергии. Кроме того, были созданы рабочие группы по оценке потенциала использования био- и био-термальной энергии в Азербайджане. Вот как вы отметили, Азербайджан активно развивает свою альтернативную энергетику. Все-таки какие из направлений ВИИ вы считаете наиболее перспективными? Наиболее перспективные направления на данный момент, естественно, ветерная энергия, солнечная энергия и также водород, зеленый водород. И будущее зеленого водорода рассматривается в Азербайджане очень большие перспективы, очень перспективные. Вот как раз вы затронули тему водорода. Все-таки это интересный такой ресурс. Можете более подробно нам рассказать, как вы видите будущее вот такого интересного ресурса, как водород? Как уже упоминалось ранее, были приняты стратегические документы. Они содержат план мероприятий по достижению целей пяти национальных приоритетов развития Азербайджанской республики, одним из которых является чисто окружающая среда и страна зеленого роста. Одним из направлений этого плана является оценка потенциала производства и использования водорода в Азербайджане, а также формулирование предложений по пилотным проектам в этой области. В 2021 году мы создали рабочую группу о мероприятиях по исследованию потенциала производства и транспортировки водорода под сопредседательством Министерства энергетики и Министерства экономики. В эту рабочую группу вошли также представители государственной нефтяной компании Азербайджанской республики и южного газового территора. В результате внутренних обсуждений было принято решение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития для разработки исследований оценка потенциала низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане. Осуществлением этого исследования на данный момент занимается консалтинговая компания «Адвидиан». Они являются членами всемирно известной вор-ли-группе. Окончательная версия исследований с учетом отзывов, предложений представленных членами рабочей группы должна быть представлена до конца этого месяца. Было также подписано соглашение с МАЗАР о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетике и водороду. Общая мощность 2 гигаватта. Кроме того, в конце 2022 года Министерство энергетики Азербайджана и Австралийское фортузское включение индустрии подписали рамочное соглашение о совместной деятельности по проектам изобновляемой энергетики, а также изучению и развитию потенциала зеленого водорода в Азербайджане. Общая мощность подписанного контракта составляет 12 гигаватт. Известно, что освобожденная территория Азербайджана обладает высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии. Пожалуйста, расскажите об этом детальнее. На чем вообще будет ставиться акцент в развитии на освобожденных территориях возобновляемых источников энергии? Спасибо большое за вопрос. Согласно произведенным исследованиям, потенциал зеленой энергии на освобожденных территориях оценивается более чем 10 гигаватт. Из них 7200 мегаватт это солнечная энергия, 2000 мегаватт это ветряная энергия и более 500 мегаватт это потенциал малой гидроэлектростанции. Как вы знаете, на освобожденных от оккупации территориях создаются так называемые зоны зеленой энергетики, которые призваны создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии Азербайджана. В рамках первой государственной программы по великому возвращению на освобожденных от оккупации территорий предусмотрено строительство солнечной электростанции мощностью 240 гигаватт в Даниланском-Джебрайском районе вместе совместно с ГИПИС. Предусмотрено также строительство ветряной электростанции общей мощностью до 400 мегаватт в Лачинском или Кирбайджарском районе. Также это будет производиться за счет частных инвестиций. Кроме того, развернуты широкомасштабные работы по восстановлению малых гидроэлектростанций. Исследуется возможность реабилитации более 50 малых ГЭС общей мощностью до 320 мегаватт. В течение почти двух лет было уже восстановлено 11 малых ГЭС, которые принесли в энергосистему страны более 5400 мегаватт производственной мощности. А вот работа в каком секторе позволит Азербайджану, возможно, быстрее нарастить свой потенциал экспорта электроэнергии? И какие страны вы считаете наиболее предпочтительными партнерами? Как вы знаете, меморандум о взаимопонимании и соглашении, подписанном Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, позволят производить до 22 гигаватт ветровой и солнечной энергии. Об этом президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на официальном открытии недели устойчивого развития, проходящей столице Объединенных Арабских Номератов Абудаби. Для экспорта этой энергии 17 декабря 2022 года в присутствии председателем Европейской комиссии Азербайджан, Грузии, Венгрии и Румынии подписали соглашение о прокладке энергетического кабеля по дну Черного моря от Черноморского побережья Грузии до Черноморского побережья Румынии. Этот кабель позволит транспортировать более 4 гигаватт зеленой энергии в Азербайджане. Но это не все, мы, Азербайджан, не остановятся, конечно, на этом действительном. Мы будем в дальнейшем тоже исследовать возможности экспорта зеленой энергии. Благодарю вас, Рена Ханум, спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. До свидания. А я напомню, что с нами на прямой связи была Рена Гумбатова, начальник отдела водорода и зеленые технологии Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии. Субтитры создавал DimaTorzok